Для тебя есть у нас, вся моя жизнь. Доброе утро, дорогая Церковь Силы Веры. Пусть Господь благословит этот день, даст мудрости нам в этом дне. Вы знаете, в это тяжёлое время многие проходят трудности, многие проходят болезни. В этот неспокойный период есть такой ажиотаж, что стало тяжело жить. Мы живём сегодня не так, как жили два года назад. У нас есть какие-то препятствия, есть какие-то новые новшества в нашей жизни. Но знаете, Господь, Он всегда в контроле, Он всегда хранит, Он всегда держит и даёт нам пройти трудности. Если мы посмотрим по Слову Божьему, то мы видим, что трудности проходили во всякий период. Трудности проходили во времена Даниила, Исаии, Зекеля, Ветхом Завете. И трудности проходили в новоапостольское время апостолы. И Павел, и Пётр, не могу сказать, что они легко и беззаботно жили. Поэтому Бог всегда в контроле, Бог всегда хранит, Бог всегда держит своих детей в своих руках. В это время мы, наверное, заметили, что у нас на служениях последние эти годы всё чаще и чаще звучит слово о том, что нужно очищать сердце, о том, что надо жить той жизнью, которая благоугодна Господу. Чтобы жить той жизнью, которая благоугодна Господу, в первую очередь это состояние нашего сердца. Бог не смотрит на наше лицо, как мы выглядим, на наши одежды. Бог смотрит на то, в каком состоянии находится сегодня наше сердце. Поэтому, помните, недавно было служение в среду, и пастыря говорили о том, что мы должны приходить в покаяние пред Господом, и мы должны очищать свои сердца, тестировать наши сердца. Тестировать наши сердца. Господь, так ли я прожил этот день, как Ты хотел бы? Так ли я прожил этот день, Господи? «Очисть, освети, покажи мне, что во мне не так, что мне сделать для того, чтобы я действительно приходил к Тебе в чистоте своего сердца». Вы знаете, Дух Святой, Он всегда обличает. Он всегда приходит и обличает, если что-то не так. И мы, если послушны, то приходим к Господу и просим, чтобы Он очистил нас. Может быть, кто-то сегодня сидит перед экраном и смотрит утреннюю горницу, ролик этой утренней горницы. Хочу вам сказать, если в вашей жизни очень часто приходит такая ситуация, когда вы думаете, что у меня не так, у меня так не получается, я много раз падал, и тут я упал, и тут я упал, и что-то у меня не получается. Послушайте, Бог, Он силён ответить на нашу нужду. Если мы действительно искренне хотим избавиться от какого-либо греха, от какого-то согрешения, которое происходит в определённый период, послушайте, придите к Господу и скажите, Боже, помоги мне, освободи меня от этого. Бог, Он нелицеприятен, у Него нет любимчиков, Он приходит всегда и помогает. Поверьте мне, много раз я проходила такие ситуации уже 23 года в Господе, и всякое было. Поэтому я знаю, что Господь отвечает, приходит на всякую нужду, любая, какая бы она ни была, но чтобы она была по воле Божией, чтобы она соответствовала тому, о чём написано в Слове Божьем. Пусть Бог благословит и даст мудрости. Я вас очень прошу, дорогие братья и сёстры, если есть такая ситуация, не тяните. Не говорите, я сделаю это завтра или послезавтра. Придите сегодня, придите сейчас и попросите Господа всем сердцем, чтобы Он помог вам избавиться от этого греха. И важно очень, чтобы мы действительно каждый день тестировали своё сердце и просили Господа о том, чтобы Он очистил и осветил. Почему? Потому что, знаете, согрешения, они не дают нам прийти к Богу в молитве. Они как стена стоят между нами, между нами и Господом. А Бог, Он хочет, чтобы наше сердце, оно было чистым, чтобы мог Он вложить своё семя туда, и чтобы это семя дало плод через определённый период. Знаете, в Исаии Бог говорит... Сейчас, одну секундочку. Исаия, 66 глава. 66 глава. Второй стих. Бог говорит Господь. А вот на кого я... Вторая часть, извините. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушённого духом. И на трепещущего перед Словом Моим. На смиренного и сокрушённый. Сокрушённый дух у нас тогда, когда мы действительно очищаем наше сердце. Когда мы просим Господа, чтобы Он очистил нас, чтобы наше сердце, оно было искренним, чистым перед Господом. Тогда мы можем делать то, что хочет Господь вместе с Ним. Пусть Бог благословит нас в этом. В этом, ну, знаете, эти трудности, эти трудности, они приходят, и я верю в то, что Бог, Он всегда в контроле, Он всегда помогает нам. И, знаете, недавно, вроде бы читала и не один раз читала, хотя в Откровении как-то, ну, меньше всего, наверное, я, к сожалению, заглядываю. Но в этот раз Господь просто обратил внимание на слово в Откровении 3 глава и 3 глава 7 стиха. Бог через апостола Иоанна говорит Филадорфийской церкви, но я верю, что в это время, сегодня, это обращение, оно и к нам. Если мы действительно сохраним наши сердца, если мы сохраним Его Слово, то Бог, Он всегда будет рядом с нами. И ангелу Филадорфийской церкви так говорит святой истинный, имеющий ключ Данилов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить её. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово моё, и не отрёкся имени моего. Вот я сделаю то, что из сатанитского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все говорят, ускоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Держи, что имеешь. Вы знаете, есть у нас служение, есть у нас те люди-пастыря, которые поставлены Господом, и которые несут свою службу каждый раз. Поэтому я вас прошу, дорогие братья и сёстры, будьте ответственны в этом, будьте внимательны в этом, потому что Бог не напрасно дал нам поспирить, Бог не напрасно поставил их служить. Служить для того, чтобы церковь его, она духовно взращивалась и двигалась в том направлении, в котором хочет видеть Господь. Пусть Бог благословит и даст каждому понимание в этом. И вы видите, что Бог говорит, сохранил слово моё и не отрёкся от имени моего. Важно это в глазах Божьих, что сохранил слово моё и не отрёкся от имени моего. И вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они идеи, но не суть таковы, а лгут. Написано лгут. Послушайте, я не знаю, наверное, есть такие церкви, я об этом не говорю, об этом говорит Слово Божие. Не мне судить о них, для этого есть Господь, который будет судить. Но я вам хочу сказать, давайте, ну, находиться там, куда насадил нас Господь, куда поставил нас Господь и дал нам определённых пастырей, которые ведут и доверил церковь свою этим людям. Они ответственны в своём, они будут отвечать за нас перед Господом. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, даст мудрости, что я насажен в этом доме, я насажен в этом месте, и у меня есть пастырь. Пастырь, который научает, который наставляет и который ведёт. Если это слово, которое говорит мой пастырь, оно соответствует Слову Божьему и прославляет Христа, то, послушайте, я должен находиться здесь и внимательно слушать, потому что я отвечу перед Господом за это тоже. Не только пастырь будет отвечать за меня, я отвечу за это перед Господом. Пусть Бог благословит каждого из нас и даст нам мудрости пребывать в Доме Божьем, в таком состоянии, в котором хочет видеть Господь. Давайте почистим свои сердца перед Богом, почистим свои сердца перед Господом. Пусть Бог благословит нас и даст нам мудрости находиться в правильном состоянии перед Богом, не перед человеком. Человек может не видеть то, что я думаю и то, что я говорю, то, что изрекают мои уста. Но Бог, Он всё видит, Бог, Он всё видит, и Дух Святой, Он приходит и обличает в это. Поэтому пусть Господь благословит нас, даст нам мудрость, пусть делает нас мудрыми детьми Божьими. Пусть Господь ведёт нас по этой жизни. Слава Господу! Хорошего дня! Пусть Бог благословит этот день! Пусть Бог благословит этот день!